В образовательной сфере очень важно подготовить молодое пополнение, которое не только постарается перенять опыт у лучших педагогов, но и продолжит поддерживать высокий уровень нашего кубанского образования. Этому содействует такое мероприятие, как межрайонный слет молодых педагогов, проведение которого в Славянском районе стало доброй традицией. В оздоровительном лагере «Ровесник» на 12-й межрайонный слет молодых специалистов собрались команды из города-курорта Анапа, Красноармейского, Калининского, Темрюкского, Крымского, Северского и Славянского районов. Педагоги, многие из которых делают первые шаги в профессии, приехали сюда, чтобы показать свои домашние наработки и посмотреть, что продемонстрируют их коллеги из других муниципалитетов. Мы очень рады и благодарны вам за то, что вы традицию, которая возникла 12 лет назад, вы поддержали. И я надеюсь, что она у нас будет всегда. Эта традиция как бы существовать, и мы ее поддержим. Я, молодые люди, желаю вам, чтобы вы сегодня провели время не зря. Вы набрались какого-то, может, где-то опыта, где-то почерпнули что-то новое. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский приветствовал участников слета и поздравил педагогов с выбором профессии учитель, отметив, что они сделали самый правильный в настоящее время выбор. Вот если это все проникнет глубоко в душу, то вы верный вытянули билет в этой жизни. Вы знаете, позволить себе, назвать себя учителем может не каждый. И это, об этом говорит не только строчка в трудовой книжке, это состояние души. Потому что вы нужны в школе, вас ждут дети. И вы сами еще несколько лет назад были старшеклассниками и понимали, что молодой учитель, современный учитель, он нужен детям. Что за ним тянутся, за ним идут, и порой слово учителя, его авторитет определяет дальнейший путь человека. Все в ваших руках. От того, как вы будете, как учитель, будет меняться ситуация и в школе, в ту или другую сторону. И все будет у нас плохо. Визитная карточка, в ходе которой жюри и зрители знакомились с командами, стала для участников слета одним из самых серьезных испытаний. Славянская команда сразу же показала себя с лучшей стороны, выступив ярко и зажигательно. Мы в будущее образование уверенно глядим! Нас много! Но каждый не повторим! Свой профессионализм нам доказывать придется! География и история без труда нам дается! Словом мы сможем горы свернуть! Даешь филологам свободный путь! Мы и биологи, и математики! И даже уроки ведем информатики! Педагогия – основа будущего, друзья! И мужчинам в педагогике мы скажем «Да!» В ходе слета прошли такие испытания – игра по станциям, конкурс фотографий, круглый стол, педагогические технологии и спортивные состязания. Виктор Чернявский участвовал в работе круглого стола и подробно ответил на вопросы молодых педагогов о работе в школе и возникающих трудностях, о необходимости получения педагогического образования для преподавания профильных дисциплин, а также об обеспечении жильем. Все участники команд готовились к слету и, конечно же, волновались. И все же положительный настрой сыграл свою роль. Педагоги были уверены в своих силах. Наша команда называется «Молодая гвардия». Мы сегодня настроены на победу. Мы заряжены очень позитивно. Мы желаем всем нашим соперникам удачи и надеемся, что сегодня мы проведем прекрасное время, обменяемся бесценным опытом друг с другом. У нас останется море позитивных эмоций и мы с удовольствием вернемся на следующий год. Славянская команда заняла на межрайонном слете первое место. Участники слета с честью выдержали все испытания и доказали, что они профессионалы своего дела. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».